Недавно я рассказывал о том, что вот моя нота скоро должна принести 20% годовых, очередная, и сказал, что продолжение следует, люди просили. Сейчас я расскажу о новых нотах. Конечно, такой доходности уже нет, как я уже оговорился в прошлом видео, но что есть. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Сейчас о новой ноте, просто обзор, небольшой, очень короткий. Это биржевая инвестиционная облигация от банка открытия на корзину акций отраслевые чемпионы. Срок 3 года. Валюта рубли, биржевые активы, базовые активы Pfizer, Qualcomm, Royal Dutch Shell, Unilever, Walgreens, Boots, Alliance. Минимальная сумма инвестирования 100 тысяч рублей, то есть это очень небольшая сумма для такого рода продуктов. Что важно, это подходит просто широчайшему кругу людей, 100 тысяч рублей есть у многих. Портфель оформления фондовый рынок, погашение 100% от номинала, ставка купона 10-11% годовых. Почему здесь 10-11%? Потому что, ну пока не определено, она еще не запущена, вот только сейчас запускается. Периодичность купонных выплат годовая, раз в год. Купонный барьер 100% от начальной стоимости, погашение 100% возврат номинала. То есть смотрите, вы абсолютно точно не потеряете свои деньги 100%, это гарантируется. И уже условный купон 10-11% годовых. Это при текущих ставках, там где-то 4-4,5% годовых текущие ставки. Ну то есть очень привлекательный актив, условный, потому что он будет выплачен только если все-все-все активы вырастут в цене. А почему они должны вырасти? Потому что это чемпионы. Продолжаем дальше. Смотрите, ну вот здесь вот про, здесь всего 3 года, раз, два, три ежегодно, да? Смотрите, если вот самое худшее из этих акций ниже, так сказать, упало, упало, а потом, значит, выросло хотя бы на полпроцента, то все, значит, вы получите все свои купоны. Более того, здесь первый купон безусловный, насколько я понял. Нет? Нет, все-таки условный. Вот, здесь, я думаю, ошибка. Вот. Итак, Pfeiter. Ну, это крупнейшая вообще, по-моему, в мире фармацевтическая компания, американская, это лидер американского рынка, крупнейшая компания в Америке. И сейчас она, ну, одна из компаний, которая получила, одна из трех компаний, насколько я помню, которая получила заказ от правительства США, там, миллиардный, на производство вакцины от COVID-19. То есть, это ей сильно поможет. Ну, там масса-масса лекарств, которые она выпускает. Вот. Безусловный лидер. И, ну, она просто не может упасть сильно. Второй лидер, это уже Qualcomm. Ну, когда вы покупаете, скажем, смартфон, то, скорее всего, у вас на смартфоне написано Qualcomm Dragon какой-нибудь там. То есть, все-все-все смартфоны, они с чипами от Qualcomm. Это не чипы, ну, как называется, процессоры от Qualcomm, там, и другие чипы, которые позволяют, ну, телекоммуникации, там, Wi-Fi, например, тоже через это оборудование. Ну, будет развиваться, я уверен. Royal Dutch Shell. Крупнейшая, опять же, компания, нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая. Сейчас, вы знаете, с нефтью кризис, поэтому ее акции упали. Она находится сейчас на очень привлекательных уровнях. За три года, ну, должна вырасти точно. Unilever. Это европейская компания, ну, в принципе, как бы зарегистрирована в Голландии. НВ, видите, да, это голландская, значит. Ну, это огромная, крупнейшая международная уже корпорация. Занимается фирменные упакованные потребительские товары. Помните, что у нас вот были там продукты косметика и уход за телом, там, черный жемчуг и так далее. Это уже Unilever, например, да. Зубные пасты у нас, лесной бальзам, это тоже уже Unilever. То есть, она, значит, ну, либо покупает готовые крупные компании, значит, в разных странах. И, если вы посмотрите, наверняка у вас в ванне стоят какие-то шампуни или что-то еще от компании Unilever. Кроме того, продукты питания тоже очень много. Вы наверняка видели этот значок. Крупнейшая компания. Что ей грозит? Да ничего ей не грозит. Люди вот это, то, что она производит, будут потреблять всегда. Ну и последняя компания, Walgreens Boots Alliance. Я об этой компании, вот, честно говоря, не очень много слышал. Вот. Управляет розничными аптеками, которые предлагают широкий выбор рецептурных и безрецептурных лекарств, а также товаров широкого употребления. Компания также предлагает медицинские услуги, в том числе первичную и неотложную медицинскую помощь, оздоровительные, аптечные и лечебные услуги. Компания основана в 2014 году, имеет 440 тысяч сотрудников. Компания создана, когда американская компания Walgreens, Walgreens Co. купила своего европейского партнера Alliance Boots. Включает в себя более 18 750 розничных аптек, примерно в дюжине стран, в основном в США и Великобритании. Компания занимается продажей рецептурных и так далее, так далее, так далее. Да, включает в себя оптовые операции, обслуживающие более 240 тысяч аптек, больниц и клиник, более чем в 20 странах мира. Вот такие компании. Ну, почему аптеки будут расти? Ну, потому что сейчас повышенное внимание будет уделяться медицине и медицинским услугам. Поэтому здесь две компании. Одна Pfizer, другая Walgreens Alliance. Это связано с медициной. Ну, вот такие компании входят. Это крупнейшие компании. Если они вырастут, то, значит, вы точно наверняка получите свой доход 10-11%, сколько будет. Вот для того, чтобы получить эту ноту, открыть эту ноту, можно обратиться к своему менеджеру у брокера открытия. Ну, а кто не сможет, тот сможет ее купить, вероятно, уже на вторичном рынке, потому что я думаю, что она будет продаваться на вторичном рынке, но там ликвидность будет низкая. Вот, это я могу сразу сказать. Вот такая. У открытия сейчас есть огромное количество других продуктов, значит, там и облигации, и евробонды, и, значит, еще какие-то облигации. Я, наверное, вот там просто меня завалили этими всякими продуктами. Я боюсь, что надо уже не по каждому отдельно делать, а просто обзор общий. Вот, я думаю, что я это сделаю когда-то, подготовлю, и, ну, напишите, хотите ли вы такой обзор или нет, что вы вообще думаете по этому поводу. Лично у меня вот, ну, как бы, есть нота эта, про которую я говорил, 20% годовых. Я говорю, что такой доходности уже не будет, поэтому надо брать, пока доходность не снизилась. А она будет снижаться, потому что инфляция снижается, ставки по депозитам снижаются. И вообще, как бы, есть риск, что мы уйдем в дефляцию, а здесь 10-11%. Вам сейчас кажется, что это не очень много, но потом вы будете говорить, блин, где же мы были, и будете рвать у себя волосы. Видите, я уже все свои вырвал. Ну, поэтому я считаю, что это, ну, хороший инструмент. Тем более, что 100% защита капитала. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. Традиционно лайк. Ну, и поделитесь этим видео. Все, до встречи.